после шлифовки у нас здесь идет корректировочка у нас здесь трес трещины керамический блок штукатурил кто-то цементной песчаной штукой без сетки между прочим ключевое слово кто-то кто-то не мы мы так не да и она вот видите и вот так делает да там сбивать это мы не не забываем потому что это целый столет сейчас подсыпная реакция весь фасад надо перри она держится но если чтобы теперь вот сюда не попадала водичка еще больше не разрушала будет отделываться фасад декоративка у нас мужик который продает декоративку сказал все будет тип-топ он сказал что я так тысячи раз делал зиновая трещина стойка но мы как всегда доверяем заказчик поверил то есть за счет резины будет держаться все трещины вот и чего начнем случае сейчас здесь клеим сеточку да то есть у нас вот здесь уже серега ну вот разница есть вот так вот или вот так что здесь хоть тоже есть но она по крайней мере не будет она еще потому что здесь еще от низа брызги вот это все она видать отсыревает мы короче вот на таком уровне все проходим это нам здесь это нам дополнительно конечно в работе чуть-чуть время-время-время-время-время-время можем потратить и не успеть до дождик потом вот этот кантик все время мешается серега сколько много плывался видите как ровно были наклеены уголки где где вот-вот вот наш уголок какой но это не мы это же не мы к вам а так не умеем делать или это мы это я вырежу этот момент вот дальше после вот этой корректировочки мы будем проходить белой шпаклевочкой фасадкой вот один два слоя эконом вариант зашлифуем а потом будем корректировать но пожирнее да мы так любим шпаклевать я думал ты скажешь мы так не покрывать переснимем назад перематываю а почему мы толстым не любишь покрывать ну но давай так скажем кому это выгодно толстый слой 1 заказчику да мы иногда под него подстраиваемся мы просто такие добродушные поэтому мы хотим чтобы заказчик сэкономил на нас на нас на нас но при этом у нас в два раза дольше работа а почему тоже первый раз мы прошли она усохла в ямочке да вот в таких и мы потом еще раз здесь мы помни и стали чуть-чуть чуть-чуть будем делать здесь прошпаклюем вот и тут у сядет ямочка а мы потом сделаем корректировочку а вот мы за корректировочку все-таки возьмем но это пол стоимости так допустим поклевка 120 или 75 надо подумать ну то есть мы там подмажем ямочку там 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 а мы возьмем не за каждую ямочку три квадрата на весь объем за всю стену да вот такие вот ямочки я буду ходить смотреть все потому что здесь где-то маяки дырки там вообще мы не стены безобразные а вот они до туда не дотянулись до весь периметр там и низ вот этот по низу мы весь проходим серёг а чего вот по-хорошему вот надо было бы вот здесь сделать прям идеальный вариант идеальный вариант да проклеить сетку вот так вот таким образом то есть это чтобы не экономить вот таким образом весь фасад сделать и смотрите на такую поверхность чуть-чуть шлифовать его уже жирафа можно шлифовать самое главное была чистая швейцарка минимальная шпакет фактически вот то есть она вон блестит да можно грубо говоря сверху пройти это особенность севенера поэтому нравится что он не лоснится даже вот он уже здесь постоял он вообще не лоснится то есть он глинцует или на лице что зала снилась ты в другом направлении он глинцует или короче ну круто тут опять откажется завернула она опять завернула или думаешь что делать давай в другую сторону вырезаем самое главное это не такая поскольку мы ее короче шлифовали показывали в прошлом видео брусками кирпичиками и в итоге и все равно расход какой севенера громедный потому что кривая стена вот эти перепады хотя все по маякам делали здесь получается на вот эту часть ну да а по пенопласту расход не такой на пласт где-то сейчас скажем эти прям даже цифру скажу ну-ка скажи на пласт где-то квадратом 12 ну а здесь квадратов 6 может 7 короче в два раза больше расход за счет неровности за счет того что это не пенопласт впитывается или ладно погнали дальше а я свою потом покажу я потом я не и меня надо подготовиться я тебя экспромтом заснял мне надо подготовиться ладно погнали